Прежде чем заполнить табель, нужно выполнить предварительную настройку табеля. Нужно указать тип рабочей недели. Затем нужно заполнить таблицу, это по сути упрощенное штатное расписание. Нужно записать профессии, количество штатных единиц по каждой профессии и указать норму часов, обычно это 8 часов. Затем нужно открыть табель и начать заполнять. Для начала указывается месяц в синем календаре. Затем нужно указать номер табеля, наименование учреждения и можно начать заполнять список сотрудников. И используя специальные кнопки, можно указывать буквенные коды и часы для каждого сотрудника. Для каждой кнопки имеется подробная инструкция. При двойном клике на буквенный код в мультикнопке появляется всплывающий список, в котором можно выбрать нужный буквенный код и проставить часы. Если нет нужного буквенного кода, то можно вписать в табель, используя клавиатуру. Также нужно указать часы в мультикнопке или же оставить поле пустым. Чтобы сделать двойную запись, разберем, пример, допустим, некий сотрудник работал весь день по основной должности 8 часов и еще сверхурочно 2 часа. Для того, чтобы сделать двойную запись в табеле, нужно нажать на буквенный код F, затем на кнопку двойной записи, затем на S, указав соответствующие кодом часы и нажимаем на отработанный день в табеле. Для того, чтобы воспользоваться функцией быстрого копирования, нужно нажать на нужный буквенный код, например, F, затем нажать на кнопку быстрого копирования и, к примеру. Если нажмем на 10 день месяца, то заполнится все дни от 10 до 1 дня месяца для данного сотрудника. То есть копирование происходит справа налево. Если у сотрудника какие-то дни заполнены, например, уже проставлены выходные, то такие дни не изменяются. Продолжительность рабочего дня в предпраздничный день по трудовому законодательству уменьшается на 1 час. Для того, чтобы это сделать, нужно нажать на кнопку, сокращающую день на 1 час, и кликнуть на нужный день месяца в заголовке табеля, в диапазоне дней от 1 до 31 числа месяца. К примеру, если у сотрудников указано 8 часов, то после нажатия кнопки в заголовке табеля 8 часов изменится на 7. Если еще раз нажать на сокращенный день в заголовке табеля, то часы станут прежними, то есть увеличатся на 1 час. Для того, чтобы удалить буквенные коды и часы, нужно нажать на кнопку удаления и затем, наведя курсор мыши на табель, зажать левую кнопку мышки и выделить нужный диапазон в границах от 1 до 31 числа месяца. Когда отпустите кнопку, удалятся буквенные коды и часы в выделенном диапазоне. Удалять данные можно и по столбцам, вертикально выделяя ячейки. Синяя кнопка А позволяет заполнить табель за месяц одним кликом. Нужно нажать на кнопку, а затем в табеле нажать на любой день. После завершения заполнения табеля укажите количество рабочих дней в месяце и кликните на проверка. Если есть ошибки, то отразится список должностей, которым нужно добавить или уменьшить часы или дни. Далее табель можно скачать или распечатать.